МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы поговорим о крупнейшей морской катастрофе в Европе после Второй мировой войны. Она произошла на Балтийском море ночью 28 сентября 1994 года. Недалеко от берегов Финляндии ушел на дно многопалубный паром Эстонии. Этой катастрофе суждено было стать последней морской трагедией уходящего тысячелетия. Удивительно, что корабль такого водоизмещения, такой огромный, устойчивый, затонул буквально за несколько десятков минут. Для тысяч людей это стало личной трагедией. У кого-то в катастрофе погибли родственники, у кого-то друзья, у кого-то просто знакомые. Эстония – маленькая страна. Всего морская пучина поглотила около 900 человек. Я прямо спускался на коллеги, попросили, чтобы спаси наш дочку. Показывали, что Эстония утонула, людей не очень много спасили. Тогда я первый раз плакал. Это очень-очень тяжело было. Есть официальная версия катастрофы. Она произошла из-за неправильной эксплуатации судна, недоработок в его конструкции, которая не выдержала сильного шторма. Но так ли это было на самом деле? Многие эксперты и очевидцы до сих пор не верят в выводы официального следствия. Так какая же сила утащила гигантское судно на дно защитные минуты? Давайте во всем разберемся. Гибель Эстонии до сих пор окутана завесой тайны. Невероятное количество жертв. 852 человека погибли страшной смертью. Споры о причинах этой трагедии не утихают и по сей день. Отправной точкой нашего расследования станет техническое состояние парома. Ведь именно на это делался главный упор в официальном расследовании. Эстония паром вступил в строй в 1980 году. Он перевозил между Швецией и Финляндией пассажиров автомобилей. Немецкая верфь Майер изготовила судно именно для этого маршрута вдоль берега по шхерам Северной Балтики. Он считается каботажным, то есть прибрежным. А каботажные паромы менее защищены, потому что не предназначены для плавания в сильный шторм. Он даже, в принципе, и не мог поплавать между Таллином и Хельсинки. Образовался один большой минус. И вот этот один большой минус и привело к катастрофе. Однако при продаже парома эстонской компании «Эстлайн» из его документации таинственно исчезли все ограничения по району плавания. Финские чиновники выдали судну сертификат соответствия классу «Открытое море», что, конечно, повысило стоимость парома, но никак не повлияло на улучшение его технических качеств. С точки зрения безопасности эти паромы достаточно уязвимы. Они имеют очень высокий борт, то есть большая парусность. Спасательные средства явно недостаточны. Несколько шлюпок, а основная часть пассажиров должна спасаться в надувных плотах. В тропическом море прекрасно. Это, честно говоря, даже приключения. А вот в холодном Балтийском море на плотике выжить очень тяжело. И как минимум около ста человек погибло от переохлаждения, когда спасали вот этих плотиков. Кроме того, и система безопасности судна оставляла желать лучшего. Пассажиры толком не досматривались. Грузы, ввозимые форами тоже не всегда проверялись. Говорят, что на такие паромы легко пройти. И что бывает, что на таких паромах путешествует много зайцев. А ведь таким способом на палубу парома Эстонии мог пробраться не только обычный заяц, но и террорист. Однако большинство пассажиров даже не задумывались о надежности и безопасности судна. Для них это было просто приятное путешествие со множеством развлечений. Все эти паромы очень комфортабельны. Они предназначены для отличного отдыха. Там два этажа практически, восьмой и седьмой этажи, самые верхние, предназначены только для развлечений. Там все. Там несколько баров, ресторанов, места для дискотек, какие-то эстрады, где выступают артисты. Даже есть стриптиз, правда, начинается он в час тридцать. Обслуживание очень хорошее, каюты удобные. И расписание очень удобное. То есть, в основном, ходовых дней нет. Ход только ночью и утром. То есть, большей частью дней вы находитесь, путешествуйте по Хельсинки, Собольму или Таллину. Сезон вообще в толпы. Так было и в ту злополучную ночь. Несмотря на шторм, пассажиры мирно спали в своих каючах, утомленные приятной прогулкой по Хельсинки. Или же развлекались в ресторанах и барах на верхних палубах. Многие из них, возможно, так и не успели понять, что же произошло. Что произошло с паром Эстония? Ну, об этом, все, что произошло, никто не знает. Факт тот, что объявили тревогу, судно начало крениться. В час 24 ночи 28 сентября спасательная служба финского города Турку приняла сигнал СОС с парома Эстонии. Все, что радист успел услышать, судно накренилось на 20-30 градусов, и двигатели остановились. После этого связь оборвалась. Было такое ощущение, что мы как в стиральной машине. Я получила много сильных ударов. Все крутило. И было такое впечатление, что меня как бы избивают со всех сторон. И помню, что подумала, страха не было. Просто подумала, что, значит, вот такая вот смерть и есть. Что вот так вот и умирают. Что я, видимо, сейчас утонула. Хеллия Митус повезло. Она все-таки сумела попасть на верхнюю палубу и сесть в шлюпку. Хуже всего пришлось тем, кто оказался на нижних палубах по правому борту. Выбраться оттуда было практически невозможно. Подниматься приходилось почти по отвесной стене. Нужно было обладать недюжиной физической силой и высоким ростом, чтобы цепляться и подниматься. Подтягиваться на руках, пытаясь выйти на верхнюю палубу. И это еще при том, что судно постоянно кренилось и сотрясалось от ударов волн. В какой-то момент я как бы поскользнулась и упала. И люди стали перелезать через меня. Люди пробирались выше, к спасательным плотам, чтобы быстрее покинуть тонущий корабль. Вскоре на борт Эстонии прекратилась подача электричества. Все огни погасли. И паром накренился на 90 градусов. К этому времени запертым на нижних палубах пассажирам уже нельзя было выбраться. С начала катастрофы у них было всего около 15 минут для того, чтобы в полной темноте добраться до верхней палубы. И люди просто сидели где-то в уголках, на верхней палубе. Я помню, что я тоже поднялась на палубу и остановилась. И спросила, что же с нами будет. И один человек, один мой коллега, он сказал, что у нас уже нет никакой надежды. Единственное, что мы можем сделать, это молить Бога. Внутри судна оставалось около 750 человек. Можно с полной уверенностью сказать, что после часа 35 ночи никто из них наружу уже не вышел. А потом паром перевернулся и лег на дно, на бок, на глубине порядка 80 метров. То есть абсолютно мелко. В 30 километрах от Финляндии. Первыми к месту страшной катастрофы подошли шведские суда Силья, Европа и Мариэлла. Но ни члены их экипажей, ни прибывшие через час спасатели не обнаружили терпящего бедствия корабля. Вокруг бушевало море. А утром весь мир узнал страшную новость. Ночью, во время шторма в Балтийском море, затонул паром Эстонии. Это был полный шок для всех. Это был шок для простых людей. Это был шок для правительства. Никто не поверил. Но поверить в реальность трагедии скоро пришлось. Появились первые спасенные. Начали привозить тела погибших. Я помню, вечер 28 сентября 1994 года шел ужасный дождь, и я ехал на машине по дороге возле моря. Там было множество людей, тысячи людей, которые просто стояли на дожде, на ветре и смотрели на море. Как будто ждали, что этот корабль сразу придет обратно в порт. Гигантское судно стало могилой для 852 человек, 757 из которых так и не нашли. Это были граждане Швеции, Швейцарии, Эстонии, России, Англии, Германии и других европейских стран. У родственников погибших сразу возник вопрос. Почему не успели спасти людей? Ведь трагедия произошла недалеко от берега. В районе оживленной водной трассы, по которой постоянно курсировали корабли и даже подводные лодки. Над Эстонией, утонувшей над тем местом, где она затонула, баражировали вертолеты. И казалось бы, что людей на относительно мелком месте можно было спасти, поднять хотя бы тела. Вроде бы это было логично. Но ведь не секрет, что вертолеты свою задачу выполнили очень слабо. И многих людей, которых удалось привязать к ремням, да, и эти ремни потихонечку подтягивали к люку вертолетному, их спасти не удалось. Люди снова падали в воду. Спасти удалось всего 137 человек. Пилоты вертолетов находились в состоянии глубокого отчаяния. Они видели в бушующем море около 40 надувных плотов, но большинство были пустыми. Если бы люди успели выбраться с нижних палуб, то спасенных оказалось бы гораздо больше. Родственники стали требовать, что же произошло. И дальше начали твориться совершенно странные вещи. Сразу же шведы, финны и эстонцы подписали конвенцию, что это захоронение людей. И никто туда не должен приближаться. По идее, можно легко было поднять этот паром. Тем более, что это долг перед родственниками, которые хотели похоронить человеческих, своих родных. По Эстонии сразу же поползли зловещие слухи. Почему не стали поднимать паром? Может, он радиоактивен? Что хотят скрыть? И кто причастен ко всем этим событиям? Официальные выводы комиссии только усилили подозрения. Я думаю, что точки над «И» еще не поставлены. И должна быть еще какая-то комиссия или какое-то сообщество людей, которые должны вплотную заняться расследованием этой проблемы. Просто так корабли не гибли. Непосредственной причиной гибели Эстонии стал открывшийся, а потом и совсем оторвавшийся носовой визор. Но нет единого мнения, почему это произошло. Носовой визор – это откидной мост для проезда машин внутрь парома. В походном положении визор закрывается. Мощная гидравлическая система и специальные замки не дают ему самопроизвольно двигаться. По версии Международной комиссии, удары штормовых волн вызвали разрушение замков визора. Он открылся, и тонны воды попали на грузовую палубу. Вы, может быть, держали в руках тазик с водой. И знаете, как трудно, правда, если удерживать этот тазик. Вот то же самое и с водой на палубе. Это образуется как будто огромный тазик с водой. Если попадает вода на эту самую грузовую палубу, это делает мгновенно, делает судно очень неустойчивым. Грузовая палуба – самое уязвимое место парома. Она проходит через весь его корпус, по всей длине и ширине судна. На корме и на носу – ворота, визоры для въезда автомобилей. На палубе нет промежуточных водонепроницаемых переборок. Это ускоряет и удешевляет погрузку и разгрузку техники. Но это же снижает уровень безопасности плавания. Проникновение воды на грузовую палубу, особенно во время шторма, грозит парому гибелью. Несколько раз люди, которые путешествовали на Эстонии до того, слышали какие-то лязги, какие-то там удары, и об этом говорили команде. Но почему в таком случае команда ничего не предпринимала? Почему капитан, почему он ничего не делал? Капитан, естественно, думал, хорошо, я сейчас откажусь, я раздую скандал. Поставить другого капитана, судно уйдет в рейс. Судно не утонет, сделает два рейса, там один рейс, и оно уйдет в ремонт. Но моя карьера будет раз и навсегда окончена. Мне уже капитаном не быть. Мне это надо, да лучше я схожу и искну. Тем более я знаю судно, в случае чего я смогу, так сказать, лучше вырулитесь из ситуации, чем кто-либо другой. Как утверждают эксперты, фешенебельный паром протекал, как деревянная плоскодонка. И об этом знала вся команда. Большая часть резиновых прокладок на визоре Эстонии отсутствовала, и он постепенно расшатывался. Это создавало дополнительное давление на его замковое устройство. А в шторм давление встречной волны достигает 100 тонн на квадратный метр. Долго такие многотонные перегрузки замки визора выдержать не могли. Но не все специалисты были согласны с этой версией. Я вот этот вариант абсолютно исключаю. Это произошло вскоре после развала Советского Союза. Судно очень много лет эксплуатировалось в составе флота Советского Союза. Контроль за техническим состоянием судов в Советском Союзе был очень и очень высок. Особенно такого класса и такого вида суда. Немецкая фирма-изготовитель парома также провела свою независимую экспертизу, которая полностью опровергла выводы официальной комиссии о ненадежности визора. Они подтвердили, что он был рассчитан на любой шторм. И если даже он был плохо закреплен, он все равно бы не открылся. Версия о том, что почему-то или от удара автомобиля, или от удара волн, он открылся, и туда холодного вода, кораблестроитель с презрением отмели. Это расследование возглавлял адвокат фирмы-изготовителя. Свою версию катастрофы он рассказал нам по телефону. Официальное объяснение причин трагедии – это большая ложь. Данные из трех совершенно независимых европейских университетов, которые делали для нас компьютерные расчеты, доказывают – вода в автомобильном отсеке не могла стать основной причиной затопления судна. Причиной гибели могло стать гигантское отверстие в корпусе ниже уровня ватерлинии. На основании собранных нами улик мы утверждаем – Эстония была затоплена намеренно. Произошел взрыв, который и стал причиной гибели Эстонии. И кто-то его заранее спланировал и организовал. В этой версии владельцы верфи Майер, безусловно, заинтересованы с практической точки зрения. Но дело в том, что о вероятном взрыве говорят и другие независимые исследователи. У нас есть фотографии, очень хорошие фотографии. На этих фотографиях видна очень большая взрывная зона, где металл выгнут. По всей видимости, он был разорван. Мы увидели все признаки того, что в том месте произошел взрыв. И с нашим первоначальным впечатлением согласились позже и все эксперты. Уже с первого взгляда на пробоины в корабле, на характер повреждения металла, выгнутого наружу, становится абсолютно ясно, и это видно невооруженным взглядом, что там произошел взрыв. Но в таком случае возникает вопрос. Ради чего погибло столько невинных людей? Кому был нужен этот убийственный взрыв? Желтые СМИ сразу стали выдвигать, естественно, свои версии. Первая контрабанда. Якобы, якобы был перехвачен разговор о том, что везли огромное количество наркотиков. И шведы в городе Стокгольме, куда двигался паром, были готовы к тому, чтобы эти наркотики взять и арестовать. Заодно с теми членами команды, которые их перевозят. У этой версии имеется еще одно косвенное подтверждение. На причале, где шла загрузка судна, стояли две таинственные фуры. Водители грузовиков чего-то выжидали и загнали свои машины на грузовую палубу в самый последний момент. И, похоже, они избежали досмотра. А бывший таможенник Ленард Хенриксон рассказал, что когда он попытался все-таки проверить груз, ему это запретили. Но он успел разглядеть в ящиках какие-то электронные приборы. Что же за груз был спрятан в этих таинственных фурах под темно-синими тентами? Кроме версии с героином, существуют еще другие предположения. Контрабандный кобальт или секретная военная техника. Но все эти версии сходятся в одном. На пароме перевозили контрабанду. И кто-то из команды парома, возможно, был в сговоре с преступниками. И вот, якобы, капитан Арвитсон решил от этого груза смертельного избавиться и сбросить его во время перехода в море. На мой взгляд, версия безумна, что ради того, чтобы не довести это оружие и не попасться кому-то, кто-то это все взорвал. Ну, это чушь просто. Судя по той ситуации, которая имела все-таки место быть, преднамеренно могла быть и отключена сигнализация на мостике о том, что открывается рамка. Преднамеренно, может быть, и не был поставлен в известность капитан или капитан был каким-то образом изолирован. Но те, кто занимался открытием рэпы, должны были понимать, что это ведет к неминуемой гибели судна, особенно в штормовых условиях. Версия с контрабандой имеет еще одно косвенное подтверждение. Вскоре после гибели Эстонии в центре Таллина был убит бывший заместитель директора таможенного комитета Игорь Крештопович. По некоторым данным, якобы накануне катастрофы, Крештоповичу удалось подслушать и записать телефонный разговор между капитаном Эстонии Арво Андрессоном и неким мафиози по имени Юри. Из разговора следовало, что Эстония все же перевозила контрабанду. Однако после гибели Крештоповича пленка исчезла. По моим данным, Эстонию потопили. Было действие внутри корабля и вне корабля. И то, что там есть, про это говорят документы, которые засекречили, свидетели там есть, был сильный взрывный толчок. И сразу, как Эстонию потопили, мне очень высокий человек из таможни звонил, что делать, там был осьми и кобальт и все остальное. Оттуда после этого я стал исследовать эти дела. Ну, у нас тут очень сложно. То, что правду не хотят из-за того, что правда очень тяжкая. Как известно, чем больше загадок, тем больше самых нелепых версий и предположений. Говорили о причастности международной мафии к катастрофе. О том, что паром случайно утопила какая-то подлодка. И, наконец, столько людей погибло только лишь ради крупной суммы страховки. Как ни странно, в некоторых из этих домыслов есть и доля правды. Эстония была застрахована. И застрахована на огромную сумму. На ту сумму, которая явно превышала ее стоимость. Я думаю, боже мой, а кто же это все так застраховало на такую сумму? Вот тут вот возникает единственное сомнение. Сомнение не в тех версиях, которые высказывали газеты, а сомнение вот в такой совершенно баснословной страховке. Сам факт страховки, естественно, не вызывает никаких сомнений. Безусловно, спецслужбы проверили законность выплаты страхового вознаграждения. И, тем не менее, вспомните, это 1994 год. Сложное перестроечное время и не только для нашей страны. Для Эстонии тоже наступили не лучшие времена. Это маловероятно, что потопили ради страховки. Руководство фирмы не рискнуло бы идти на гибель. Во-первых, это страшное преступление. А во-вторых, это желтая карточка навечно. То есть по жизни они дисквалифицируются от всяких транспортных, морских и иных перевозок. А потом Эстония была, в общем-то, достаточно на плаву, и она могла еще приносить доход. Что же, скорее всего, по-моему, какое-то секретное оружие и большое количество секретного оружия переводили из Эстонии в Швецию. Шведские спецслужбы знали о перевозке оружия в Швецию. И там готовились встретить с полицией, и чтобы замести следы в отчаянной ситуации, вот те, кто переводили, они могли пойти на все. Конечно, эта история очень напоминает шпионские фильмы времен Холодной войны. Однако оружие на пароме Эстонии все-таки было. Это подтвердила специальная комиссия эстонского парламента. Мы не ставим под сомнение тот факт, что перевозка военных грузов или какого-либо другого оружия действительно происходила. В 2004 году шведское телевидение показало скандальный репортаж. В нем утверждалось, что буквально за неделю до катастрофы паром перевозил некий груз военного назначения. Это подтвердил в интервью бывший начальник шведской таможни Свен Петер Олсун. По его словам, в 1994 году таможенники договорились с некой фирмой, торгующей оружием, что прибывающие на паром машины с грузом военного назначения будут пропущены без досмотра. Если перевозилось оружие, то в нем были, естественно, заинтересованы шведы. Какие-то шведские торговцы оружия. Швеция всегда торговала оружием. Ну, например, во Вторую мировую войну они поставляли очень точный шарик и подшипник, который никто не делал. И Советскому Союзу, и Германии. С Германией они перестали поставки ввести где-то в конце 1944 года. Но, с другой стороны, увеличили поставки в Советский Союз. Представитель Министерства обороны Швеции признал, что паром действительно раньше перевозил военные грузы. Но заявил, что в ночь гибели судна таковых на его борту не было. Мы хотим выяснить, везли ли на Эстонии в тот день, 27 сентября, когда паром вышел в рейс, такие грузы. И если это подтвердится, хотелось бы понять, может ли быть связь перевозки грузов с гибелью парома Эстонии. Скорее всего, оружие, если оно действительно было на борту Эстонии, предназначалось для стран Третьего мира. И тогда возникает резонное предположение. В случае раскрытия тайной перевозки должен был сработать план уничтожения груза. Кто же привел его в исполнение? Операцию могли провести американские спецслужбы. У американцев вполне был мотив не дать произойти политической информации. Очень ценной и ненужной американцам. Американцы не хотели, чтобы кто-то другой обладал вот этими знаниями. Та же Северная Корея, Иран, Ливия и Ирак вполне могли получить через Швецию вот это оборудование. Это угроза самим Соединенным Штатам, а потом угроза бизнесу, бизнесу оружием Соединенных Штатов. Если это действительно так, то сотрудники спецслужб вполне могли тщательно продумать и спланировать операцию уничтожения парома, которая бы имитировала несчастный случай. Тем более, что техническое состояние судна было далеко от идеала. И, скорее всего, им кто-то помогал из команды парома. Я убежден, что Эстония и, может быть, и другие корабли были одним из этапов так называемого «Большого пути», начинавшегося где-то в России и ведущего из Сталина через Балтику в Стокгольм, а из Стокгольма в Международный аэропорт Орландо. Оттуда Большой путь вел куда-то на восток. И вот что я выяснил, и кроме меня об этих фактах больше никто не писал и не говорил, я выяснил, что два опознанных самолета прибыли откуда-то с запада из Соединенных Штатов, и они ждали в этом шведском аэропорту Орландо. Они приземлились без пассажиров, а улетели с девятью пассажирами на борту. С этой версией совпадает еще один странный и загадочный случай в истории гибели парома Эстонии. Это факт пропажи нескольких человек, которых многие видели в числе спасенных. Но потом они таинственно исчезли. Может, это те самые люди, которые секретно действовали на борту парома, а затем они улетели из Стокгольма в Орландо. Примечательно, что все исчезнувшие люди были членами команды парома Эстонии. Наиболее крупная фигура в этом списке – спасенный второй капитан парома Аво Пихт. Совершенно неожиданно люди, которые профессионально расследовали эту катастрофу, вдруг выяснили, что он вроде бы жив. В этом кадре он видел, что там снимается, а он специально еще наклонился и смотрел в самую ближнюю камеру, чтобы его заметили. Аналогичные движения он делал, как мне говорили вот эти люди, которые видели его в тень гибели Эстонии, в том кадре. Аналогичные движения он делал тогда, выходя с машины скорой помощи на берег после спасения. Капитана видели и опознали трижды спустя несколько часов после трагедии мокрого и укутанного в плед, потом спустя год в одном из баров Гамбурга и совсем недавно на одном из курортов европейской ривьеры. Роль его абсолютно непонятна во всем этом трагическом случае. Она просто окутана каким-то ворохом тайн и абсолютно недоказанных подозрений, которые в то же время, понимаете, нельзя вот так взять и откинуть. Вообще, вот я должен еще одну вещь сказать, что показателем того, что техника спасения несовершенна, несовершенно, явилась вот сцена спасения людей, потерпевших крушение. Я вижу по телевидению, народ смотревает телевизоры, и список спасенных, и там появляется динамир. Я очень счастливый был, оказался. Меня сразу поздравили, и даже принесли этот мобильный телефон, что сообщит своему знакомому. Но счастье это продолжалось недолго. Через пару дней имя Тины Мюр исчезло из списка спасенных. Вместе с ней из списка было вычеркнуто еще восемь человек. Все они были эстонцами, все работали на пароме. И среди них был второй капитан Эстонии Аво Пихт. Существует версия, что Тина Мюр исчезла или была похищена, потому что случайно оказалась в одной спасательной лодке с капитаном Пихтом. Он якобы знал о нелегальном вывозе оружия на пароме Эстонии. И организаторы операции не могли допустить, чтобы Пихт попал в руки шведской полиции. Заодно надо было изолировать и других случайных попутчиков, капитанов. Заговорит ли когда-нибудь капитан Пихт? Обнимут ли когда-нибудь Тину Мюр ее родители? Да и жива ли она? Наша площадка тоже здесь. Хотя нашей дочери здесь внизу нет. Но мы когда-то сами ляжем сюда. Уже наши имена тоже здесь готовы. Так что это такое святое место для нашей семьи? В годовщину гибели Эстонии 28 сентября многие приходят сюда на лесное кладбище. Тут есть специальный участок, отведенный для жертв катастрофы. Но многие могилы пустые. Ведь тела большинства погибших так и не нашли. Никто не запрещает мне стоять под окном и ждать ее. И до конца жизни я это делаю. Это просто такая судьба. Мне не сказали, что она мертва. Место гибели парома было объявлено международным захоронением. До сих пор там запрещены любые водолазные работы. А сам район патрулируется военными кораблями. Это вообще такая интернациональная могила там в Пучине. Которая объявлена там заповедником своеобразным. И там нельзя ходить, нельзя спасать, нельзя туда нырять. Но в августе 2000 года запретная зона была нарушена. Независимые эксперты Грег Бемис и Юта Раби организовали экспедицию к месту катастрофы, чтобы выяснить все-таки правду. В награду за их любознательность Швеция объявила Грега Бемиса и Юта Раби персонами нон-грата. Речь шла об очень тщательном исследовании металла, которое подтвердило бы наши выводы о том, что именно взрыв стал причиной гибели Эстонии. Мы вырезали эти куски металла, чтобы их исследовать и получить доказательства нашей версии. Металлические фрагменты, взятые во время экспедиции Грега Бемиса и Юта Раби, были разосланы в независимые лаборатории Германии и США. В полученных заключениях указано, во фрагменте, взятом возле переднего люка по правому борту, имеются следы взрыва. Члены официальной комиссии результаты этой экспертизы не признали и продолжают отстаивать свою версию. Итоговый отчет, с которым выступили международные эксперты, был очень удобен для всех государств, замешанных в этой истории. Он был удобен для компании, которой принадлежал корабль. Он не обвинял никого. И глава экспертной комиссии, мистер Уну Майор, так и сказал, наш отчет ни на кого не возлагает вину. Это для всех было очень удобной позицией, потому что если бы они собрались хоть кого-то обвинить в случившейся трагедии, тогда нужно было бы проводить криминальное расследование с настоящими прокурорами. Совершенно понятно, что со всей этой историей связана большая политика. И политика намного большая, чем даже Эстонская республика может себе представить. Наша главная задача – не найти виновных, а все-таки дать людям, родственникам, тем, кто кого-то потерял в этой катастрофе, ответы на вопросы, что же все-таки случилось. Мы собрали по крупицам все разрозненные версии и пришли к неутешительному выводу. Паром Эстония все-таки погиб в результате преднамеренного взрыва. Кому была выгодна гибель сотен ни в чем не повинных людей? Пока остается загадкой. Но я надеюсь, что будущее все расставит по своим местам. И мы, и родственники погибших пассажиров Эстонии наконец узнаем имена настоящих виновников трагедии.